Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Задача 1199. Запишем дану. Нам дана прямая призма АВСА1В1С1. Значит, эта призма ещё и треугольная. И в ней угол ВАЦ равен 120 градусов. АВ – ребро или одна сторона основания, равна 5 см. АЦ равно 3 см. И ещё нам дана площадь наибольшей из боковых граней призмы. Какая из граней, наибольшую мы не знаем, поэтому мы пока напишем так. Площадь наибольшей равна 35 квадратных сантиметров. И нам нужно найти объём призмы. Мы знаем, что объём призмы равен произведению основания призмы на её высоту. Тогда рассмотрим основание призмы. А в основании призмы лежит треугольник АВС. Тогда найдём площадь треугольника АВС. Что нам известно о треугольнике АВС? Нам известны две стороны АВ и АС и угол между ними. Тогда мы можем воспользоваться теоремой о площади треугольника и записать, что площадь АВС равна половине произведения сторон АВ на АС и на синус угла между ними. Угла ВАС. Ну и вычислим тогда, чему это будет равно. Это будет 1 вторая. АВ – это 5. АС – это 3. Синус 120 градусов. Тогда это будет равно 15 разделить на 2. Синус 120 градусов. Воспользуемся формулой приведения. Синус 120 градусов будет равен синусу 180 градусов минус 120, то есть синусу 60 градусов. Тогда запишем синус 60 градусов. И это будет равно 15 разделить на 2. Синус 60 градусов корень из 3 на 2. Итого это будет 15 корней из 3 на 4. Это площадь треугольника АВС или площадь основания призмы. Теперь нам нужно найти высоту призмы. Что у нас для этого есть? У нас есть площадь наибольшей грани или боковой грани призмы. Поскольку призма прямая, то все ее грани боковые имеют форму прямо у горника. Площадь каждой грани равна произведению ребра на ребру основания или на сторону основания призмы. Поскольку все боковые ребра призмы равны, а А1 равно ВВ, А1 равно СС1, то наибольшей гранью будет та, у которой больше сторона основания призмы. То есть нам нужно вычислить, какая из сторон треугольника АВС будет больше. Но для того, чтобы это выяснить, нам нужно знать все стороны треугольника. АВ равно 5, АС равно 3. Тогда сторону ВС мы можем вычислить. Для этого мы используем теорему косинусов. Квадрат стороны ВС в соответствии с теоремой косинусов равен сумме квадратов сторон АВ квадрат плюс АС в квадрате и минус 2 удвоенные произведения этих сторон на косинус угла между ними. косинус угла ВАС. Это будет равно АВ – это 5 в квадрате 25 плюс АС – это 3 в квадрате 9 минус 2 умножить на 5 и умножить на 3 и умножить на косинус 120 градусов. Это будет равно 25 плюс 9 – это 34 минус 2 на 5 – это 30 и теперь косинус 120 градусов. Воспользуемся формулой приведения. Косинус 120 градусов давайте запишем, будет равен косинусу 180 градусов минус 120 градусов то есть косинусу 60 градусов но с минусом. поэтому мы так запишем минус 1 тогда это будет равно 34 минус 1 и минус минус на минус плюс и это будет равно 30 на косинус 60 градусов 1 вторая тогда это будет равно 34 плюс 15 и это будет равно 49 значит ВС в квадрате равно 49 тогда ВС будет равно корню из 49 или это будет 7 сантиметров и так мы знаем теперь все три стороны треугольника АВС сторона АВ 5 сантиметров сторона АС 3 сантиметра значит ВС сторона наибольшая она равна 7 сантиметров а раз сторона ВС наибольшая тогда грань боковая у которой будет на большую плоскость это будет то есть вот это С наибольшая это есть площадь грани В1 С1 СВ или площадь этого прямоугольника тогда отсюда мы можем найти ребро ну мы можем записать так что площадь этого прямоугольника равна произведению ВВ1 на ВС и тогда отсюда ВВ1 боковое ребро будет равно площади ВВ1С1СВ разделить на ВС площадь нам дана это 35 квадратных сантиметров ВС мы вычислили это 7 итого 5 сантиметров и вот теперь нам известно известно площадь основания призмы и известно высота призмы тогда мы можем записать что объем призмы равен площади треугольника АВС умножить на ВВ1 тогда это будет равно площадь треугольника 15 корней из 3 на 4 ВВ1 это 5 итого будет 75 корней из 3 разделить на 4 и нам останется только записать ответ объем прямой призмы равен 75 корней из 3 разделить на 4 кубических сантиметров задача решена и если вам понравилось видео смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте и если у вас появились вопросы, предложения или пожелания подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях